Онлайн-шоппинг стал особо популярен в период пандемии. Объем покупок в 2021 по сравнению с прошлым годом вырос почти на треть. Параллельно с этим увеличилось и количество сайтов мошенников. Советую обращать внимание на ресурс, с которого мы осуществляем покупки. Использовать известные интернет-магазины. Обязательно проверять, чтобы ресурс поддерживал безопасное соединение. В адресной строке подобных сайтов обязательно адрес должен начинаться с HTTPS. И в адресной строке должен присутствовать символ закрытого замка. С Черной пятницы начинается традиционный рождественский сезон распродаж. За духи, конфеты и текстиль челябинцы выкладывают круглые суммы. А вместе с ними пароли и номера кредитных карт. Ведь накануне щедрых распродаж активизируются и кибермошенники. Эксперты Центробанка рекомендуют защитить себя от фишинга. Первое – это использовать только личные устройства. Телефоны, компьютеры, ноутбуки. Не пренебрегать антивирусной защитой. Обязательно обновлять антивирусные программы. Такие программы позволяют защититься от вирусов, от фишинга. Подключать смс-информирование к картам. Или пользоваться пуш-уведомлениями, которые некоторые банки предоставляют в своих приложениях. Интернет-шипоголикам для оплаты лучше завести отдельную карту. Лучше всегда самому вводить адрес сайта, магазина в адресной строке браузера или в приложении, чем переходить по ссылкам. Никогда не следует руководствоваться сообщенными по телефону данными, следовать инструкциям от полученными по телефону. Ну а если вы стали жертвой мошенников, необходимо сразу же связаться с банком и заблокировать карту. Номер горячей линии указан на оборотной стороне. В тот же день, когда получено уведомление о незаконной транзакции, максимум на следующий, необходимо обратиться в отделение финансо-кредитного учреждения и написать заявление о несогласии с операцией, которую вы не совершали. И, конечно же, обратиться в полицию.